Азиатский межпарламентский форум И, главное, какие решения для дальнейшего развития отечественной науки были приняты в рамках этого мероприятия Расскажет нам сегодня депутат-мажилица Джамиля Норманбета Добро пожаловать в нашу студию, Джамиля Носубжана Ну и, пожалуй, первый такой резонный вопрос Каковы были самые главные цели и задачи? То есть, почему и для чего проводился этот форум здесь у нас в Астане? Ну, основная главная задача на форуме Это оказание содействия или укрепление сотрудничества в области развития науки, образования, инновации в странах ОИС Это также обмен опытом, лучшим опытом, лучшей практикой в сфере создания нормативно-правовой законодательной базы для развития науки, техники, технологий Поэтому там, как раз таки, принимали участие и парламентаристы 20 стран мира Да, 25 стран мира 25 стран мира Это и эксперты, это и парламентарии И, в общем-то, круг вопросов, который обсуждался это вопросы развития науки, технологий, инновации в странах ОИС А если вот так вот взять, в странах ОИС, организации исламского сотрудничества То есть, есть какие-то страны, где, скажем, с наукой, инновацией и технологиями достаточно хорошо развито Есть страны, которые у нас отстают наверняка Вот Казахстан здесь какой занимает примерно место? Ну, это 57 стран, которые входят в ОИС Из них где-то, наверное, если посмотреть про ООН И, в общем-то, и сами представители ИССКО проводили исследования И изучая, собственно, уровень развития стран Уровень научно-промышленной базы Созданности научно-промышленной базы Основы в этих странах И они, как бы, подразделяют на три уровня Это страны, в которых значительная научно-промышленная база Создана в странах Страны, в которых с достаточным уровнем данной научно-инновационного развития И страны, в которых нет, не создана научно-промышленная Казахстан как раз относится именно к первой категории В которых есть значительная создана научно-промышленная база Для развития, собственно, страны и экономики Но, в целом, конечно же, в стране сегодня Создана нормативно-правовая база Поддержки развития науки, инновации Ну да, принят и закон о науке Да, принят закон о науке Принят закон о коммерциализации результатов Научно-научно-технической деятельности То есть и предпринимательский закон принят Потому что речь идет здесь у нас об инновациях Да, внедрении новых технологий Поэтому здесь, в принципе, именно нормативно-правовая база создана Создаются и инновационные инфраструктуры в стране Собственно, все условия для того, чтобы успешно развивались в стране и наука, и инновации, и технологии И они внедрялись в экономику нашего страны Есть, соответственно, страны, если мы говорим со значительным Вот, ну, где мы, да? А кто, кстати, еще наряду с нами сегодня стоит? Ну, вот, из 55 стран Ну, это и Малайзия Это Турция Это из постсоветских стран Азербайджан Пакистан В общем-то, вот такая вот А вот те страны, которые, скажем, отстают в этих сферах Отстают, значит, какие же страны Это сейчас прям Афганистан, наверное, в первую очередь В память, которая приходит В общем-то, это страны Мали Ну, насколько я понимаю, одна из задач форума была то, что Как бы соединить вместе все лучшие Что, наверное, есть как раз, как вы говорите, нормативно-правовые решения Нормативно-правовые формы Для того, чтобы каким-то образом можно было взаимодействовать Тем странам со значительным и с достаточным уровнем развития инноваций и технологий Для того, чтобы помогать, скажем, вот этим вот странам, которые вы назвали И Афганистан, и Мали, и другие Вот в этом отношении были ли какие-то встречи с Казахстаном? Ну, в рамках форума для этого и проводятся, наверное, форумы Это прекрасная площадка для обмена опытом И тем более, значит, аналогичные форумы проводятся не впервые Вот первый форум именно в области обмена опытом В области развития науки и технологий инноваций Он проводился в 2003 году В Финляндии, да А затем он уже проводился и Юго-Восточной Азии Он проводился и... Но это самое что ни на есть азиатские форумы Да, азиатские форумы И, в общем-то, даже для стран Среднеморского региона проводились форумы То есть обсуждение вопросов, конечно же, связано с теми проблемами, которые стоят перед странами ОИС Самый главный поиск путей их решения Да, поиск путей их решения И, в общем-то, из контекста выступления участников форума и обсуждения во время перерывов В общем-то, обозначался контекст того, что действительно сейчас в мире, в современном глобальном мире обозначается такой, как вы знаете, неравномерность в мировом развитии Тренд такой, да Да, есть так называемый глобальный инновационный разрыв между странами Или же его как-то можно назвать Это совокупность существенных неравенств в инновационном развитии между странами То есть есть экономически развитые страны То есть не постепенно, на самом деле у них есть еще и... Да, есть экономически развитые страны Есть страны, которые с неэкопереводной, развивающейся страны И, в общем-то, здесь мы видим о том, что действительно страны высокоразвитые, с развитой экономикой Они поддерживают для того, чтобы удержать свою конкурентоспособность, свое инновационное развитие И это все ложится тяжелым бременем на развивающиеся страны То есть это приводит к тому, что идет такой вот большой разрыв И поэтому ИСЭСКО и призывает к выработке, наверное, политической воли стран ОИС Чтобы обратить внимание и создать условия для развития науки, инноваций, технологий в странах, которые входят в данную организацию Помимо встреч и разговоров, скажем, в законотворческой форме, в законотворческом русле, если так можно сказать, проводилось ли Есть ли такие встречи между этими странами, которые сегодня стоят по обе стороны этого глобального инновационного разрыва По, скажем, вопросам трансферта технологий Есть ли у некоторых стран заинтересованность, скажем, в Казахстане для того, чтобы мы могли чему-то научить в этом отношении? Ну, я думаю, в принципе, интерес к трансферту технологии имеется Но это более частные, наверное, те ученые, исследователи, которым интересны эти вопросы Или же те страны, которые заинтересованы Но, помимо парламентарий, на этом форуме также встретились и эксперты, и ученые уже непосредственно практики В основном, так как у нас это межпарламентский форум, основные участники это парламентарии Хотя ученые со стороны Казахстана тоже выступали, обменивались своим опытом Рассказывали о достижениях в сфере развития науки, инноваций, технологий в нашей стране Практически были охвачены разные сферы и развития А вот практическое применение, да, скажем, итогов этого форума мы можем сегодня сказать для нас, для Казахстана? Практическое применение, ну, наверное, в плане того, что это прекрасная, опять говорю, площадка для того, чтобы знать о том, что Какие есть достижения, успехи, и каждый из участников данного форума рассказывали о тех достижениях в развитии именно данных сфер науки, технологий, инноваций в своих странах И здесь, конечно, те, кому были интересны данные результаты, они находили общие темы для обсуждения и дальнейшего сотрудничества Ну и, конечно, наверняка еще и для того, чтобы здесь страны, ну и в первую очередь, да, те, кто с нами стоят на одной линейке С достаточно хорошо развитой инфраструктурой и инновацией, технологий, в том числе и науки, и науки промышленности Наверняка знали о том, какие у нас сегодня здесь, в Казахстане, есть достижения для того, чтобы они могли эту информацию распространять, по крайней мере, у себя на своих площадках Ну и, собственно, участники форума и предлагали о том, чтобы создать единую такую информационную, наверное, сеть для того, чтобы все странные участники давали в базу данных информацию о тех исследованиях, которые проводятся в странах О тех достижениях, которые есть в области инновации, да, внедрении этих технологий в экономике своих стран То есть, чтобы такое информационное поле, оно было единое и, собственно, могли обмениваться страны, участники МИС А каковы итоги? Можно сказать, какой-то документ определенный был принят ли? Да, была принята Астанинская декларация Это документ, который, в общем-то, формирует согласие сторон по общим принципам, подходам, целям То есть, он такой вот, как бы, документ, ну, как, декларативного характера В котором обозначаются намерения стран, участников УИС о дальнейшем сотрудничестве В данной, значит, теме, которая на повестке дня И, соответственно, в первую очередь, что подчеркивается, это роль парламентариев государств В оказании содействия развитию науки, техники, технологии, науки, инновации, технологии в своих странах Это создание, значит, законодательной базы, содействие развития инфраструктуры инновационно-своих государств Для того, чтобы, значит, развивались, находил развитие социальный уровень Поднимался уровень социально-экономического развития этих стран Повышалось качество жизни в этих странах И, собственно, основные какие моменты, которые были вынесены в форме рекомендации Это, в первую очередь, конечно же, сотрудничество Региональное сотрудничество в области инноваций, науки и технологий Обмен опытом по лучшим результатам Второе, это активные консультации ведущих авторитетных ученых, исследователей, технологов Для определения тем исследований научных программ с целью финансирования их Также были приняты инициированы темы общие Это то, что касается изменения климата, охраны окружающей среды То есть это серьезные вопросы Серьезные вопросы, которые тоже совместно разрабатывались, проводились исследования При необходимости, если есть какие-то результаты ведрения инновации И в рамках экономии энергии То есть они тоже были внесены Следующее, что еще по памяти на сегодня В рамках работы над данным документом Это важность того, что Все-таки роль парламента в расширении сотрудничества парламентариев этих стран По обмену опытом создания законодательной нормативной базы Для развития в странах именно науки, инноваций и технологий Насколько я понимаю, вот эта вот Астанинская декларация, которая была принята Она принята в работу всех парламентариев, которые участвовали Да, и в общем-то это в течение двух дней Участники данного форума обсуждали все пункты декларации Значит, проходил такой этап согласования На заключительном заседании итоговом каждый из представителей И тот, кто изъявил желание Высказывались Выносили свои предложения, рекомендации Они были учтены при принятии данной декларации Большое спасибо Я надеюсь на то, что мы с вами здесь встречаемся не в последний раз И я надеюсь на как можно скорые встречи Здесь на программе интервью на телеканале Хабар 24 Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях в нашей студии Была депутат мажориста парламента нашей республики Джамиля Норман-Бетры Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова